На сегодняшний день в районе завершен полностью сев яровых технических культур. В районе было посеяно всего яровых технических культур более 16 тысяч гектаров. Это кукуруза на зерно было посеяно 8,5 тысяч гектаров. Подсолнечника было посеяно 7,5 тысячи 200 гектаров. 910 гектаров сои было посеяно. Яровой чмень 160 гектаров. Овса была посеяна на площади около 400 гектаров. Отрадно сегодня, что сев в основном был завершен до дождей. Эти дожди, которые пошли, они шли более трех недель дождей. Конечно, нанесли свой небольшой ущерб, но сказать так, чтобы сильно большой ущерб, конечно, такого нет. В основном это в каждом сельском поселении наблюдается, значит, подъем подпочечных почв, скопление дождевых вод на полях, где сейчас, данный момент, растения находятся в воде. В Дмитриевском и Егерухайском сельских поселениях, там из берегов вышла река Чехрак, где тоже на площади более 200 гектаров было затоплено сельхозугодие. Полностью в районе, в каждом сельском поселении затоплено примерно около 600 гектаров. И наши специалисты, управление сельского хозяйства, сельских поселениях, Росхозцентр ежедневно наблюдаем за посевом, который сегодня находится в воде. Сейчас какие-то выводы делать рановато, конечно, еще, но я думаю, полностью после сушения почвы, после угода воды, я думал, определенные выводы мы будем ставить, и акты обязательно будут выписываться на каждую площадь. Это или снижение, поснижение урожайности в зависимости от ущерба, или полностью списание той площади, которая находилась в воде, то есть на пересев. Пересевать еще не поздно, так что будут акты на пересев. В дальнейшем, значит, мы где-то дней через 10-12, если погода будет, дай бог, так ясная, планируем начать уборку озимых и зимущих культур. В этом году в районе уборочная площадь составит всего более 18 тысяч гектаров. Это больше 15 тысяч гектаров озимой пшеницы, более 2 тысяч гектаров озимого ячменя и около 600 гектаров – это зимующий рапс. На сегодняшний день все крестьянско-фермерские хозяйства готовятся к уборке, проводят ремонт уборочной техники. Надеемся, что погодные условия нам позволят начать сроки уборку озимых. В основном виды на урожай, на озимых культур неплохие. Продолжение следует...